Я, наверное, сегодня хотел бы с вами поговорить на тему, о которой любой из нас может быть экспертом. Но я считаю, что эта тема, она, наверное, одна из самых важных тем нашей жизни. Вот мир, в котором мы сегодня с вами живем, который нас окружает и за дверями церкви, и внутри церкви, этот мир очень сложным становится вообще для восприятия, для жизни, для понимания, для, может быть, нашей адаптации к нему. Очень много всяких разных сложностей сегодня. И одна, наверное, из главных сложностей, с которой сталкиваются сегодня люди, это проблема выбора. Согласитесь, сегодня так много альтернатив в жизни. И когда у тебя неутвержденное сердце, когда ты не имеешь каких-то четких убеждений, согласитесь, жить в мире выбора очень сложно. Потому что все меняется. Ну, у меня было детство советское, так скажем. И я помню, когда мы еще за колбасой стояли в очередь, и колбасы было только два сорта. Можно было выбрать какую-то подешевле или которая была подороже чуть-чуть. А сегодня, когда... И ты знал, вот это вкусно, это невкусно. То есть берешь подешевле, ты понимал, что берешь. Берешь подороже, ты тоже знал, что ты купишь. А сегодня... И смотрите, и что интересно случилось. И вот в этот момент, когда перед нами раскрылись вот эти широкие перспективы альтернатив и выбора, наша духовная жизнь стала так же вплетаться вот в это состояние мира, как много сегодня духовного выбора. Когда ты можешь выбрать себе церковь, можешь вообще себе ее не выбирать, сегодня есть телевизор. Там вообще, знаете, по телевизору вообще самая удобная церковь это в телевизоре. Потому что, когда ты слушаешь проповедника, и он тебе не понравился, ты можешь его перемотать. А еще лучше переключиться на другого, который будет льстить тебе. Не правда ли? У нас сегодня есть столько возможностей, которые мы выбираем, но... А всегда ли этот выбор обуславливается тем главным и важным, что должно быть в нашей жизни? Ведь на самом деле, имея столько много, вот эту мириаду альтернатив, у нас есть искушение потерять за всем этим главное. А что же главное? Как, знаете, в магазин, когда ты приходишь, и там куча распродаж, и ты пришел за одним, а ушел с полной корзинкой. Потому что потерял вот в этом разнообразии красивых фантиков и упаковок, кричащих ценников, призывающих тебя к тому, чтобы пожертвовать эти деньги им, да? Купи две, получишь три. И когда ты уходишь, ты думаешь, а что вообще я купил? Зачем я пришел? Потому что за всем этим выбором потерялось главное. А что нужно-то вообще было? И самое печальное, что сегодня это происходит с нашей духовной жизнью. Вот в этом, так скажем, альтернативе духовных сегодня вещей мы очень часто выбираем не то, что является на самом деле главным, не то, что действительно будет формировать нашу жизнь, формировать наш христианский характер, формировать нас именно как личности Царства Небесного. И как вы думаете, а что вот это главное-то на самом деле, что нам нужно выбрать? Любовь к Богу. Вот почему я сказал, что мы все эксперты на самом деле в этом вопросе. Потому что для нас, наверное, для всех, если сегодня мы говорим о любви, мы даже, наверное, иногда не задумываясь, мы громко скажем, мы любим Господа. Но на самом деле до конца мы понимаем, что мы вкладываем сегодня в эти слова. Действительно ли мы понимаем, что любовь к Богу, именно такая любовь, которая открывается нам в Священном Писании, именно такая любовь и должна сформировать нас. Вот такая любовь к Богу, как она имеет в Священном Писании быть, действительно ли она формирует нас, наши взгляды на мир, наше отношение к миру, отношение к Церкви, отношение к служению, отношение к вещам, которые мы сегодня принимаем и выбираем в своей жизни. Потому что на самом деле любовь к Богу, она говорит об очень многом и о нас, как личностях, и о состоянии нашей жизни. Но с любовью, наверное, как и со многими сегодня вещами, произошел такой интересный казус. Мы перестали на самом деле понимать, а что же такое любовь к Богу? Что же такое на самом деле, вот скрывается в этом, кажется, простом, выученном нами наизусть выражении «Я люблю Бога». На эту тему можно проповедовать много, можно услышать много хороших, увидеть много хороших книг, посмотреть хороших фильмов о любви к Богу, о том, что это значит для нас. Но на самом деле любовь к Богу по-настоящему переживается именно тогда, когда мы являем это качество в своей жизни, когда мы понимаем, что любовь – это не просто куча красивых слов, мурашки, которые, знаете, пробежали у тебя по телу от красивой песни. Вот многие все «я люблю Господа», «я на седьмом небе от счастья», «я люблю Бога». Но на самом деле любовь – это то, какую цену мы готовы заплатить за то, что мы любим Господа. Иногда кажется, что любовь к Богу, она не имеет никакой цены, все по благодати, но по благодати – спасение. А любовь чего-то стоит. Мы сегодня очень часто создаем, знаете, для себя такое удобное христианство, в котором есть очень много разных альтернатив и уровней. И кажется, что ты выбираешь какой-то уровень, и ты все равно вот, ну, ты же в этой среде, ты же вот там, ты тоже вроде христианин, я не отторгаю себя от единства веры, союза мира, духовности какой-то. Но вот во всем этом исчезает главное, а какую жертву-то я готов принести за все это. Какую цену я готов заплатить за то, чтобы действительно моя любовь к Богу оказалась не просто одним из, а оказалась действительно тем главным фактором, который определяет мою жизнь. Знаете, иногда сегодня смотришь на жизнь верующих, а я не отделяю себя от верующих, я тоже христианин, верующий, и проповедую вам, я проповедую самому себе. Так вот, когда смотришь на нашу христианскую жизнь, иногда мы, знаете, представляем из себя тех древних греков, которым апостол Павел пришел в Афин и проповедует, и говорит, вы люди набожные, и у вас так много вообще вот богов, и есть даже один неведомый. Вот говорит, и вот я вам и проповедую. Вот знаете, иногда наша христианская жизнь сегодня, она напоминает вот этот Ариапак, где есть множество чего-то, чему мы сегодня готовы поклоняться, зачем мы готовы идти, что мы сегодня выбираем, и среди вот всего этого множества мы, конечно же, не забыли его, неведомого Бога. Мы ему тоже поклоняемся, но он один из, он не главный, он не занимает высший приоритет, он один из. И вот очень важно, чтобы мы сегодня, может быть, размышляя над Священным Писанием, сегодня здесь, в это утро, воскресное утро, в собрании церкви, мы посмотрели в свое сердце, и мы посмотрим с вами на жизнь одного человека Божьего и Священного Писания, из его жизни, излечем для себя урок, посмотрев и в свое сердце, а действительно ли Бог, моя любовь к Нему, это главное, а не одно из. Это высший приоритет моей жизни, любить Бога, служить Богу и стремиться к Нему, а не, я хожу в церковь не потому, что это вот одно из, а после пойду в кафе, а потом я съезжу еще куда-нибудь, поиграю, там, не знаю, в хоккей, на лыжах покатаюсь, но то, что мы здесь, то, что сегодня мы обращаемся к Писанию, то, что сегодня мы молимся к Богу, то, что сегодня мы выбрали этот путь быть и называться Божьими детьми, это действительно главное для нас, это действительно тот важный приоритет или, как можно сказать, исток, к которому нам нужно вернуться и о котором нам очень важно сегодня порассуждать. И для примера я хотел бы вместе с вами открыть 21 главу Евангелие от Иоанна. Вообще, на самом деле, это очень необычная глава по причине, почему она необычная, а потому, что она здесь появилась чуть позже, чем было закончено Евангелие. Посмотрите, прочитайте 20 главу, 31 стих. «Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Согласитесь, что это стих, который концовка. Евангелист Иоанн, он закончил Евангелие, первоначально закончил Евангелие именно этими словами. «Я написал вам это, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Я, конечно, не имею машины времени, чтобы перенестись в то время и посмотреть, как это все происходило, но иногда, подключая изображение, мне кажется, он поставил точку, свернул этот пергамент, запечатал его печатью, дал своим друзьям, помощникам передать церкви, сказать, вот я все это записал, хочу вам передать, и может быть, той ночью, а может быть, через несколько дней он возвращается снова к этому свитку, чтобы там, где он поставил точку, сделать или оставить нам некое продолжение, вернуть нас снова к очень важному. Вы знаете, вот когда вы пишете письмо, вы, кажется, изложили все, написали все, и вдруг в последний момент вы вспоминаете еще какую-то мысль, да, вот этот паскриптум, после того, что вы хотите оставить, последнее, важное, упомянуть об этом. Вот мне кажется, 21 глава, это как раз и есть тот паскриптум, который Иоанн оставляет нам, закончив Евангелие, он оставляет историю, которая, ну, в принципе, она не о нем, она немножко отличается от всего лейфмотива, которым был прежде, но она о той главной теме, которую Иоанн всегда раскрывал в своих проповедях, в своем Евангелии, в своих посланиях. Это глава о любви к Богу. Это глава о любви. О том, действительно ли мы любим Господа. И я наберусь смелости вместе с вами прочитать всю главу 21. Давайте мы ее откроем и прочитаем ее всю. Она не такая большая, и мы сможем ее, над ней потом порассуждать. Итак, давайте, с первого стиха. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Когда же уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Он же сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки ибо недалеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбою. Когда же вышли, и на землю видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три, и при таком множестве не порвались сети. Иисус говорит им, «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его, «Кто ты, зная, что это Господь?» Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон, Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон, Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон, Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, иди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? И его увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Этот ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что свидетельство его истина. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Вот так Иоанн заканчивает это свое очень поразительное по глубине вообще Евангелие. Я еще расскажу, он вспоминает эту историю, дополняя то, что уже было написано, считая, что вот это последнее, это будет действительно точкой, которую он может поставить в своем повествовании о Господе Иисусе Христе. Итак, давайте посмотрим на эту историю. Я думаю, что никто из нас не будет спорить, что главным героем в этой истории, помимо Иисуса, конечно, является Петр. Это история не про Иоанна, это история не про учеников, которые были вместе с Петром, это история о Петре, история о том, что он делает в этот последний раз в своей встрече с Иисусом. Мы знаем, что до этого, и у него была еще одна встреча, когда он прибежал к гробнице, когда он встретился вместе с этим же Иоанном, они встретили Иисуса воскресшего, они радовались этому. И вот здесь мы встречаем их, которые находятся в особой ситуации. Вообще, когда вы читаете 21 главу Евангелия от Иоанна, надо очень понимать, а в чем же вообще здесь ключ-то вот к этой истории? Почему вообще эта история, она такая знаменательная? Вот мы читаем первый-второй стих. «После того опять Иисус явился своим ученикам при море Тевереватском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, Сыновья Завидеевы, двое других из учеников его. На самом деле, здесь не открывается все. Почему они оказались у озера Тевереватского? Почему они ждали на этой горе? Почему они спустились с этой горы? На самом деле, чтобы понять эту историю, нам нужно обратиться к еще одному Евангелию, одному стиху Евангелия от Матфея, 28 глава, 16 стих. Это было еще в Иерусалиме. Перед тем, как Иисус отпустил своих учеников, Он дал им вот такое повеление в Иерусалиме. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. Интересно. Иисус дает им повеление. Он не сказал, куда он уходит. Он сказал, идите на гору, пойдете в Галилею, придите на гору и там ожидайте. Останьтесь там, на этой горе. И вот мы читаем в 21 главе Евангелия от Иоанна, они пришли на эту гору. Они сидели на этой горе. Они были вместе. Но по прошествии какого-то времени, посмотрите, третий стих. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Симон всегда отличался особенным состоянием характера. Наверное, никто из нас не подставит под сомнение его желание, глубину его намерений любить Господа. Он действительно любил Бога, Христа. Он действительно свою жизнь хотел посвятить Ему и следовать за Ним. Но вот здесь, в этой истории, очень интересно. Любовь, она ведь не просто слова. А Петр был очень скор на слова. Перед смертью Иисуса, перед самым распятием, когда Иисуса взяли, Он с такой уверенностью говорил, если они отрекутся, я, вот я, лично я, никогда от тебя не отрекусь. Иисус говорит, петух пропоет, и ты отречешься. Он говорит, Господи, куда ты идешь? Я с тобой на край земли, ничего не буду ценить, все оставлю, за тобой пойду. И вот смотрите, мы читаем третий стих, 21 главы Евангелия от Иоанна. Симон, Петр, говорит им, иду ловить рыбу. Уроки любви, которые Иоанн показывает нам в 21 главе, начинаются с одного момента, который, наверное, каждый из нас переживает в своем сердце. Когда мы говорим о любви к Богу, есть очень простое испытание, которым эта любовь на самом деле проверяется. Что это за испытание? А быть готовым послушным тому, что говорит Господь. И все мы с вами переживали, вот это первое, что пережили здесь апостолы, они переживают на самом деле эту утрату настоящей любви. Говоря о том, что они любят Бога, они не сделали того, что Он говорит. И сегодня в современном мире, в том числе и в нашем христианском сознании, любовь не всегда связана с послушанием. Мы говорим о любви как о неких чувствах, о неких переживаниях. Но прежде всего, когда мы говорим о любви к Богу, мы должны понимать, любовь к Богу, она проявляется в нашем послушании, в нашей готовности делать, жить так, как говорит Господь. И ведь на самом деле здесь даже не вопрос в каких-то великих испытаниях. Он поручил им не самую великую задачу их жизни, а дал просто небольшой совет. Когда вы придете в Галилею, на горе останьтесь. Зачем Он дал им это повеление? Он не раскрыл, почему они должны там были ждать. Так всегда бывает, не всегда, но часто так бывает с Господом. Он не раскрывает нам полностью всех планов. А когда наше сердце не утверждено в Нем, когда мы не уверены в Нем, а еще мы не знаем, что Он от нас хочет, мы посидели, и мы пошли. Вы знаете, какая проблема сегодня большинства из нас, верующих? Мы не умеем ждать. Мы не умеем ждать. Мы вот в этой спешке жизни, вот в этой жизни масса этих выборов, которые нас окружают, мы настолько осуетились, что, наверное, сегодня, как никогда, очень актуальны слова псалмопевца, где он говорит «Остановитесь». Даже это не псалмопевец говорит, он слова Бога записал в своем псалме. Он говорит «Остановитесь, Господь, и познайте, что Я Господь». Господь, наши молитвы сегодня быстрые. Библию мы готовы прочитать ускоренным темпом. За, не знаю, за 10 минут мы готовы прочитать до 20, может быть, даже целую книгу из Библии. Мы спешим, мы на собрании, мы уже смотрим, так, полтора часа, все уже, пора заканчивать. Пастор, ты слишком много проповедуешь, вообще мы устали, человек больше 45 минут слушать не может. Все, давай, закругляйся, мы пошли. Собрание заканчивается, мы быстро убегаем, потому что у нас еще есть какие-то дела. Мы спешим, но в этой спешке мы теряем главное. А знаем ли мы, что хочет от нас Господь? Получили ли мы в молитве, вот в этом ожидании, действительно слово от Него, что Он хочет? К чему Он нас призывает? Вы знаете, когда у нас неутвержденное сердце, когда наше сердце колеблется, нам действительно очень тяжело ждать. Помните Израиль у Синайской горы? Ведь не они получили откровение выйти из Египта. Моисей их убедил, что Бог ему это сказал. Знаете, это как он пришел к ним и говорит, я говорю, а даже там не Моисей, а Аарон пришел и говорит, я говорю вам, мне сказал это Моисей, а Моисей это сказал Бог, а я это передаю вам. Ну вот они пришли к горе Сина, и вот это вот Моисею сказал, я сказал, а там это вообще от Бога. И они даже Моисея отправили, ну ты иди и разговаривай с Богом. Они просидели 40 дней, выждали, можно сказать так, ожидали. Но когда закончилось время ожидания, их терпение, так скажем, они потребовали себе идолов. Почему? А потому что они не знали, что дальше. Они не были уверены, что Бог вообще есть. А если есть, может он там убил Моисея вообще, и все, там все и осталось. А нам-то что здесь делать? Саул, который тоже вроде был помазан на царство, но никогда не был уверен в Боге, за которым он должен был следовать. Он получал откровения от Самуила, он имел там сон пророков, сам иногда даже приходил в этот сон, и что-то там пророчествовал, он думал, что он все знает. Но когда пришло время реального ожидания и реального послушания, Саул не оказался послушным. Помните, он принес жертву, не дождавшись Самуила, хотя не имел никакого права это делать. Но когда он приносит жертву, вдруг сразу же приходит Самуил. когда только они вспели последний гимн этому идолу, и Моисей спускается с горы. Так и здесь интересно в этой истории, как только они, Петр, принял это решение, пошли, и я, причем, знаете, он так говорит вот здесь, это даже видно, он говорит им, иду ловить рыбу. У него нет никаких альтернатив больше. Он уже решил в своем сердце, он принял решение, а зачем ждать? Чего ждать у моря погоды, когда вот она лодка, вот оно море, пойдем делать то, что мы умеем делать? И все пошли за ним. Почему? Они утратили любовь. Они много говорили о любви, но когда пришло время показать эту любовь, они не смогли этого сделать. Эта история о нас с вами. Каждый из нас, вы и я, мы проходим в своей жизни, у нас есть такие периоды, когда мы понимаем, Господь сказал, но у нас нет сил этого сделать. Даже это может быть не самое великое, не самое тяжелое, а наоборот, знаете, на тяжелое-то мы готовы, а вот в простом, в элементарном, повседневной жизни мы очень часто оказываемся теми, которые теряют любовь к Господу. Мы не готовы жить на Его условиях. Мы хотим, чтобы Его условия, они соответствовали нашим условиям. И когда они будут соответствовать, мы скажем, Господь, мы Тебя любим. Да, Ты наш Бог, мы готовы идти за Тобой. Но Иисус говорит, совсем не так. Его условия, они очень часто отличаются от условий, в которых мы хотим жить. Его призвание нашей жизни, оно частенько идет в разрез о том, как мы нарисовали себе жизнь, как мы представили себе жизнь. Но Он говорит, я хочу, чтобы ты пошел другим путем. И вот вопрос любви как раз заключается в том, готовы ли мы избрать путь, который будет от Бога. Иисус повелел им идти и ожидать. Но они не выдержали этого испытания, потому что знали свою жизнь, потому что они знали, кто они. ведь на самом деле Петр уже прекрасно слышал, что Иисус повелел всем им, и Петру, и его друзьям, и ученикам Иисуса, повелел им стать его учениками Иисуса и идти проповедовать Евангелие. Но Петр понимает, что какой он проповедник. Наверное, самое лучшее, что он может сегодня сделать для Господа, как он может послужить Богу, пойду ловить рыбу, пойду закину сети. Знаете, что интересно, что когда они спустились к горы, лодка-то уже была приготовлена. Такое ощущение, что они приготовили запасной аэродром себе. Написано, они спустились и тотчас вошли в лодку. Она никуда не делась. Она стояла там привязана. Мне кажется, она все три года там стояла привязанная. Они как ушли из Галилеи с Иисусом, привязали эту лодку, вот они пришли, посидели на горе, спустились, и она там же стояла, на том же месте. И они вошли в нее. Мы очень часто оставляем себе этот запасной вариант. Если у меня здесь не получится, то, может быть, получится то, что я умею делать лучше всего. Там у меня точно, я же знаю, где закинуть не вот, я знаю, какое время нужно для рыбалки, и вот они выплыли на эту рыбалку. Но лучшие рыбаки Галилейского моря в тот день не поймали ничего. Они сами были шокированы. Как так? Почему ничего? Где же наши способности? Мы же точно высчитали время, мы точно знали, и сети уже были готовы. Почему? Где рыба? А потому что было уже другое призвание. Вы знаете, почему некоторые христиане разочаровываются в своей жизни, разочаровываются в своем хождении с Иисусом, потому что они начинают делать то, чего Господь уже не хочет, чтобы они делали. Нам-то кажется, я это умею делать, а Господь говорит, я призвал тебя к другому. У каждого из нас есть призвание от Бога сегодня. Есть призвание служить, призвание идти проповедовать Евангелие, призвание быть и называться Божьими детьми. Но очень часто это призвание мы хороним за вот этой кучей своих умений, своих желаний, своих стандартов. И если мы сегодня говорим о любви к Богу, нам нужно понимать, что любовь заключается в том, что мы готовы встать на Божьи пути, пойти теми стандартами, жить теми направлениями, которыми выбирает нам Господь. Иногда, размышляя о христианской жизни, знаете, мы думаем о пути следования за Богом, мы рисуем себе картины, Христос, Он нас любит, благословляет, Он такой, 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 такой. И знаете, это так напоминает такую, может, сюрреалистичную картинку. Помните, Иисус говорит, что надо входить узкими вратами. И вот некоторые христиане, они понимают, что врата в Царство Небесное узкие. И так много прилагают старания, чтобы этими узкими вратами пролезть. Мы готовы молиться, поститься, в церковь каждый день ходить. Не знаю, там, что нужно, я все готов, вот главное, чтобы вот, да, пережить там, благословение, благодать от Господа, проблемы решились, чтобы Бог вот там, да, вот я, Господь, я тебе покажу, я тебя люблю. И вот мы приложили старания, знаете, так через эти узкие врата так пролетели, и мы себя тешим, что за этими узкими вратами нас ожидает такой глобальный простор. И некоторые здесь ожидают глубокое разочарование. Знаете, почему? Потому что там есть продолжение. Входите узкими вратами, за которыми вас ожидает, узкий и тернистый путь. Понимаете? Оказывается, вход, не только вход узкий, но чтобы, пройдя через этот вход, дальше следовать за Господом, нам нужно согласиться пойти вот этим узким путем. Путем, который будет шлифовать нас. Путем, который будет обрезать нас. но путь, который будет шаг за шагом совершенствовать нас в этой любви к Господу. Итак, первый урок, который мы можем увидеть здесь, мы можем потерять любовь. и она теряется из-за нашего непослушания. Она теряется из-за нашего нежелания следовать по тем правилам, по тем направлениям, по тем принципам, которые говорит нам Господь. Но знаете, что радует в этой истории? Любовь, которую можно потерять, ее же можно и восстановить. И самое потрясающее вот в этой истории 21 главе Евангелия от Иоанна, что любовь восстанавливаем не мы, а любовь восстанавливает Господь. Давайте прочитаем отрывок с 4 стиха. «Когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы поймали. Симон же Петр вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве сеть не порвалась. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им так же и рыбу. Вы знаете, наверное, каждый из нас, мы переживали в своей жизни вот такое состояние, когда ты что-то напортачил и ожидаешь, что тебя сейчас накажут. Ты ждешь, папа уже ремень приготовил, мама с грозным взглядом будет сейчас смотреть, и ты идешь, вот как на той картине, опять двойка, стоишь и думаешь, ну сейчас главное скажу, простите, покаюсь. А ты заходишь домой, там торт, накрытый стол, и родители говорят, приходите, кушайте, приходи, кушай. Очень редко в жизни можно увидеть такую историю, потому что человеческое воздаяние, оно всегда немножко другое, иного характера. Но Господь есть источник любви. И в этой истории он показывает, что любовь, которую мы можем потерять, восстановить, восстанавливаем не мы, но любовь, которую мы можем потерять, прежде всего восстанавливает Господь. Не мы инициаторы возвращения к Нему, но Он выступил как инициатор, чтобы мы вернулись к Нему. Не мы принесли свою жертву на алтарь Голгофы, но Он принес себя, чтобы мы могли восстановиться. Наверное, у каждого из нас дома есть какие-нибудь вещи, кувшинчики, чашечки, которые представляли какую-то ценность для нас, но потом они разбились. Что мы сделаем с разбитыми вещами? Иногда с клеем, но они уже никогда не будут обладать что? Ценностью. Мы их самое, наверное, высокое, к чему мы их употребим, но используем для чего-нибудь, для каких-нибудь мелочей и прочего. А вот интересно, в Японии есть искусство, которое называется искусством восстановления чаш. Посмотрите, несколько иллюстраций. Когда-то эта чаша была разбита. Можно следующую тарелочку, которая разбилась на части и которую восстановили. Давайте дальше. мне вот это нравится больше всего. Еще. Можно еще. Тоже очень красиво, да? Когда смотришь на это, кажется, что это не просто когда-то была разбитая чаша, это произведение искусства. Давайте следующую иллюстрацию. Здесь показано, как мастера это делают. Они берут эти осколки, обыкновенный клей, но в клей добавляется немного золота. Сегодня даже добавляют серебро и какие-то другие драгоценные металлы, чтобы вещь, которую они сделают, она была более драгоценней по своему характеру и качеству. Можно еще одну картинку показать. Это уже то, что можно сделать. Вы знаете, такие чаши после своего восстановления стоят гораздо дороже, чем они были до этого. И сегодня это достигло высочайшего мастерства в Японии и уже идет по всему миру, что люди сейчас даже в Японии специально делают чашу, потом ее разбивают и собирают уже мастер, он собирает уже разную, там посмотрите в интернете, там можете найти много разных изделий, которые сделаны были уже после того, как чаша разбилась. когда я смотрю на эти произведения человеческих рук, я всегда вспоминаю вот эту историю, вообще историю наших отношений с Богом. Нам кажется, что если мы разбились, то мы уже ни на что не способны, но то, что делает Господь вот в этой истории 21 главы Евангелия от Иоанна, то, что Он делает в истории нашей жизни, Он желает восстановить нашу любовь, Он желает нас склеить, и представляете, Он нас более драгоценными вещами, чем это было до этого. И ты, может быть, был ценным до того, как ты упал, или что-то с тобой случилось, или ты выбрал неправильный путь, но если ты ищешь Иисуса, если ты, как этот Петр, готов прыгнуть в воду и поплыть к Иисусу, вернуться к Нему, Иисус приготовил для тебя нечто лучшее. А мы, мы часто прячемся за свои неудачи, мы прячемся за свои неспособности, мы прячемся за свои грехи и падения. Я не раз, как пастор, общался с людьми, которые ушли из церкви, которые впадали в грех, которые жили там в блуде или еще что-то, и когда ты с ними общаешься, он говорит, знаете, мне так стыдно прийти к Богу, прийти в церковь, и что будет, и как будет. Я всегда удивляюсь, дорогие, да самое главное, что сейчас нужно, никакого стыда, это надо оставить, да, стыдно, это хорошо, но если ты хочешь, чтобы что-то в твоей жизни восстановилось, беги к Иисусу, не оправдывая себя каким-то ложным стыдом, какими-то ложными представлениями, беги к Иисусу, потому что Он хочет сделать из тебя драгоценный сосуд, потому что Он желает, чтобы ты стал сосудом благопотребным, но как это сделать? Нужно прийти к Иисусу. В 6 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Мы очень часто говорим, Иисус не изгоняет вон, но есть одно условие, кого Он не изгоняет вон? Приходящего ко мне. Давайте же мы придем к Иисусу, если мы хотим, чтобы наша любовь восстанавливалась, если мы хотим, чтобы на тех руинах, в которых мы сегодня живем, что-то было создано новое, драгоценное, спаянное золотом, драгоценным, что нужно сделать? Броситься в море к Иисусу. Не прятаться за оправдание жизни, но броситься к Иисусу. Зачем? За наказанием? За обличением? Знаете, самое потрясающее нет. За завтраком. Он приготовил им завтрак. Это было раннее утро. Он пожарил хлеб. Он испек рыбу. Ты ожидаешь, что на тебя гроза с неба спадет. А он приходит и говорит, придите и ешьте. Знаете, перед тем, как обличать, человека нужно накормить. Я вспоминаю свою христианскую жизнь. Я, наверное, уже свидетельствовал, да, я уверовал в армии. И вы знаете, чем подкупили нас баптисты? Они нас кормили, солдат. Кормили так хорошо, и так много, и готовы были кормить каждый день. А мы же были хитрые, ушли, мы специально ходили, чтобы поесть. Я думаю, они понимали это хорошо. Потому что каждый раз меню было разное, и чем дальше, тем оно было вкуснее. Но во всем этом они приносили нам главное. По крайней мере, это осталось в моем сердце. Они проповедовали нам Иисуса. Можно человека обличить во грехах. Можно, знаете, насыпать на него кучу разных обвинений. Он грешник. Особенно, знаете, когда верующая жена, неверующий муж пьет, да, и с ним никак. Приходит пьяный, и первое, что он слышит от жене, да ты алкоголик, опять напился, где ты шлялся, да чтоб тебя там ты грешник, и самое главное, ты грешник. Так он и так знает, что он грешник. Мы очень часто готовы тыкать пальцем в грехи. Но, друзья, есть очень хороший путь. Он показал нам его Христос. Он говорит, придите и ешьте. Он разделяет с нами пищу. На Востоке это было знаком самого великого уважения и почтения к человеку. Разделить с ним еду. И дальше, перед тем, как он будет учить их, он показывает им, я хочу восстановить эту любовь. Я хочу, чтобы вы понимали, я люблю вас. Даже несмотря на то, что вы оставили то место, где я пришел, а возможно, Христос пришел туда, на эту гору, а их там нет. Он сказал их ждать им там, а их там нет. Но с горы было видно хорошо, он увидел в ночи эту лодку, он знал, на этой лодке другие уже не могут плавать. Они уже так точно делали некоторое время назад, три года до этого. Они так же ночью ловили рыбу, но ничего не поймали. История повторяется. И когда они увидели, что это Господь, смотрите, как интересно здесь написано, никто, 12 стих, никто не спросил его, кто ты, зная, что это Господь. Потому что на такую любовь готов только Господь. Вот такую безценную любовь, безусловную любовь может подарить только Господь. Но Его глубокое желание, чтобы мы в своей жизни могли взращивать эту любовь дальше. И ведь история здесь не заканчивается с тем, что мы можем потерять любовь, Христос восстановит любовь, и мы снова ставим такие хорошие пушистые белые зайчики, которые здесь на полянке скачем, травку щипим, морковку грызем, и все нам так хорошо и прекрасно, и Господь с нами, и Он любит нас, и мы снова в Его лучах света наслаждаемся, радуясь жизни. Но посмотрите, восстанавливая отношения любви, Христос выдвигает и требования для того, чтобы эта любовь больше уже не была потерянной, чтобы мы уже не возвращались назад. И какие это требования? Смотрите, с 15 стиха мы можем читать эту историю дальше. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Многие толкователи, описывая эту ситуацию, говорят, что Иисус трижды, Петр трижды предал Иисуса. Иисус трижды говорит ему о любви, покрывая это предательство его покаянием. Ну и что интересно еще в этой истории, возможно, это и так, но самое главное, мне кажется, в этой истории то, что Иисус выдвигает Петру иные условия его жизни. И через эту историю он говорит, как бы сегодня и всем нам. Мы все в церкви сегодня пришли, на собрание. Но давайте зададим себе один очень простой вопрос. Спросите себя, а зачем вы здесь? Спросите себя, зачем вы приняли спасение, приняли Божью любовь, приняли крещение, называетесь церковью. Зачем? Для чего вообще все это? Ведь у этого же есть какой-то смысл, есть какое-то значение, предназначение для нас, почему мы здесь. Ведь мы же не случайны, мы же не верим в случайности, которые там у Бога так происходят. Вот раз случилось, я здесь появился. Бог живет по строгому плану. Значит, у Него есть некие условия для нашей жизни, когда мы оказались здесь, в Его Царстве, переступая порог, вот через эти узкие врата, переступая порог Царства Небесного, не Церкви, я подчеркну, а порог Царства Небесного. Жизни в этом Царстве. Мы должны понимать, жить в этом Царстве на своих условиях у нас не получится. Быть гражданами Небесного Царства, это означает принять условия жизни, которые диктует Господь. Согласиться с ними, смириться с ними и следовать этим правилам. Вот здесь Иисус как раз и говорит Петру, у тебя другая жизнь теперь, Петр. Смотрите, в первом вопросе вообще интересно, здесь история очень интересная, потому что Иисус, говоря трижды слово «любишь ли меня», в оригинале употребляет два разных слова. Вы знаете, да, что в греческом языке любовь, она описывается разными словами. Есть любовь Агапы, есть любовь Филио, есть любовь, которая называется Филадельфия, братская любовь, есть любовь Эрос, эротическая, отсюда любовь, сексуальное желание выросло. И вот Иисус употребляет два слова, когда он обращается к Петру. В первых двух случаях он говорит ему «Агапы». «Любишь ли ты меня, Агапы?» Ну, я думаю, у нас верующих не нужно учить, что это такое. Это величайшая любовь, это любовью обладал Христос, когда пошел на Голгофу. И вот когда он говорит Петру, «Любишь ли ты меня?», Петр слышит и понимает, а я ведь не люблю тебя так, как Агапы. И знаете, что отвечает Петр? Он говорит «Люблю тебя». В греческом это слово «филио», что означает привязанность, дружба. Петр не отрицал, что он любит Иисуса, но он понимает, что его любовь, она на порядок ниже от той, которой говорит Господь. Он напечалился. Ну, конечно, он бы хотел сказать «Да, я тоже». Я иногда сказал бы «Агапы» и сказал. Ну, там же все были Иоанн, Нафанаил, другие ученики. И они же все смотрели на него, он понимает, если скажу «Агапы», я окажусь неправ. Он говорит «Филио, я привязан к тебе». Зачастую нас всех здесь держат, вот эта привязанность. Кто-то уже 25 лет будет в вашей церкви, кто-то 25 лет все здесь, уже привыкли, знаете. 25 лет – это ж такой отрезок жизни, когда ты все привыкаешь, и уже, кажется, в воскресенье не пойти в церковь. Это не потому, что ты понимаешь, что это смысл твоей жизни, но потому что ты к этому привык, ты привязан к этому. Ты любишь эту церковь, ты любишь этих людей. Но Господь говорит о чем-то большем. Он говорит «Смотрите, любишь ли ты больше меня, нежели они?» Что это они? Они – это то, к чему сердце Петра было привязано всю жизнь. Это то его окружение, эти лодки, это море, это рыба. Он это любил, он это ценил. Но Иисус говорит «Если ты любишь действительно меня, приоритеты-то свои сегодня расставь верно. Определи, что действительно твоя любовь, она не просто в словах заключается, но в том, что ты готов жить на тех условиях и теми принципами, которые я тебе говорю. Любишь ли ты больше, чем этот мир? Любишь ли ты Бога больше, чем телевизор, книжки, не знаю, там, хоккей, футбол и так далее? Вот тот выбор, который есть. Что ты делаешь, если ты любишь Иисуса? Он второй раз его спрашивает «Любишь ли ты меня?» И Петр снова отвечает ему «Люблю». И снова вот эта игра слов «Агапа» и «Филио». Он говорит ему о беззаветной любви, о любви, отдающей все. А Петр говорит «А я, вот, а я Филио люблю». Я привязан к тебе. Ты знаешь, я жить без тебя не могу. Куда нам идти? Ты даешь глаголы вечной жизни. А вот в третьем случае, в 17 стихе, Иисус говорит ему в третий раз «Сымон Ионин, любишь ли ты меня?» И вдруг Иисус не говорит «Агапа». Он говорит «Афилио». И вот здесь Петра, знаете, так сказать, вышибло полностью. «Агапы любить не могу, и мое «Филио» ты ставишь под сомнение. В чем же вообще проблема? Господи, тогда какую же любовь надо? Что ты хочешь-то вообще? Пытаешь меня тут, спрашиваешь, и так неправильно, и так неправильно. Где же он правильный ответ? И Петр внутри своего сердца понимает этот ответ. Ты знаешь все. Я, может быть, не могу любить тебя больше, чем я могу это делать сейчас. Но ты знаешь все. Я люблю тебя. Вы знаете, мы часто впечатляемся жизнью таких супер-христиан, которые, знаете, их как будто из катапульты куда-то выстреливают, и они говорят «Я сегодня в такую погрузился, любовь, я в облаке славы там летал, Божья любовь меня окутывала». Я иногда смотрю и думаю «Господи, я что-то не то делаю». Почему я не могу пережить эти чувства? Есть такие люди, с ними разговариваются, говорят «А я всегда в Божьей любви живу». Я смотрю и думаю, вот я 24 года христианин, а иногда мне кажется, что я не чувствую Божьей любви. Иногда признаюсь вам как пастор, иногда мне кажется, что я до конца не выполняю всего того, что Господь хотел бы от меня видеть. И может быть, я до конца не исполняю Его любовь. В чем же тут суть-то вся? Где же та катапульта, которая может выстрелить нас туда далеко, на облака, чтобы мы никогда с них не спускались уже на эту грешную землю и вот не топтали здесь эту пыль и не жили вот в этих расстройствах? Друзья мои, а на самом деле ответ прост. Господь желает, чтобы наша любовь к Нему возрастала ежедневно. Чтобы каждый день, вот как здесь с Петром, мы от уровня к уровню своей жизни переживали вот это состояние того, как глубоко мы погружаемся в Божью любовь, как она касается нашего сердца. И если 23 года назад или 4, кто-то 25 лет назад уверовал, вы были в одном состоянии, но если сегодня вы в том же, значит ничего не произошло. Но если вы сегодня можете сказать, да, я достиг, я, как Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, но я стремлюсь. Я на этом пути. Не разочаровывайтесь. Это правильный путь. Это путь, который день от дня взращивает вашу любовь в сердце, потому что, когда вы смотрите вот этих катапультирующих христиан, вы заметите, что они каждый раз взлетают, а потом очень быстро падают. Но когда вы шаг за шагом погружаетесь в Божью любовь, вы понимаете, что вам нужно оставить и что понимать. И этот путь осознанный, это путь, который вы переживаете, и этим путем вы идете, приносяшь жертвы, обрезая себя, совершенствуясь на этом пути, день от дня вы становитесь все лучше и лучше любящими Господа христианами. Ты знаешь все. Это не значит, что сегодня нам не нужно стремиться к высшему и сказать, ну, раз так, все хорошо. Нет, нет, друзья мои. Забывая заднее, мы должны простираться вперед. Мы должны понимать, что требование Его любви, оно заключается в том, чтобы мы в этой любви могли показать себя как тех, кто готов жить на Его условиях. И ведь Христос выдвигает Ему какие условия? Служи. Сегодня, ну, уже сейчас как-то успокоилось, а вот летом все христианский мир был в таком ажиотаже, да, принятием этого закона, и все говорили, нам ограничивают проповедь, как мы будем проповедовать. Друзья мои, да как проповедовали, так и будем проповедовать. На самом деле, если ты проповедовал Евангелие, ты останешься его проповедовать и дальше. Но если ты ищешь каких-то обстоятельств, чтобы сегодня тебе не проповедовать Евангелие, то их можно найти кучу и тысячу. Не правда ли? Если ты сегодня призван к служению, и у тебя что-то не получается, но ты знаешь, это призвание твое, ты будешь развиваться дальше и дальше. Ну и ладно, не получается, да и ладно с ним, ничего не буду делать, вообще все, ухожу. Какой будет результат? Вы знаете, нам часто не хватает совсем чуть-чуть. И в Реем 10 главе там есть эти слова. Еще немного, совсем немного, и грядущий придет и не умедлит. Вот эта проблема всегда еще немного, совсем немного. Потому что мы срываемся с середины пути своей жизни, а потом говорим, Господь ничего не делает. А давайте дождемся. Не отчаивайтесь, если сегодня что-то не получается. Стремитесь к лучшему. Не отчаивайтесь, если сегодня на вашем пути жизни вы терпите какой-то урон, вы думали, это ваше призвание, а ничего нету, ничего, никакого плода еще нету. Продолжайте. Он трижды говорит ему, любишь меня, люблю, паси овец моих, паси овец моих, служи, дерзай, иди. И в этом и будет явлена твоя любовь. И Петр отвечает, ты знаешь все, ты знаешь, что я люблю тебя. Но в этой истории она не заканчивается вот на этом. Итак, мы видим, что любовь можно потерять, когда мы непослушны. Мы видим, что любовь восстанавливается, когда мы идем навстречу Господу. Мы видим, что придя к Нему, Он хочет накормить нас, обновляя нашу жизнь, сделая нас благопотребными сосудами, более драгоценными для славы своей. Но делая нас драгоценными, Он выдвигает условия или требования, если любишь Меня, служи Мне, паси овец Моих. Но вы знаете, в этой истории, наверное, завершение это самое главное. Иисус говорит, что цена любви, и вот к этому мы должны быть готовы. Это наша жизнь. Смотрите, как Он говорит ему с 18 стиха. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав это, говорит ему, иди за Мною». Вы знаете, когда общаешься с молодыми людьми, которые пришли объявлять помолвку, готовятся к свадьбе, общаешься с ними, задаешь им вопросы о браке, о семье, у них, знаете, всегда такой сумбур в голове. Ну, понятно, молодые эмоции, чувства, жизнь. И когда начинаешь им говорить о реальности жизни, они говорят, мы вообще об этом не думаем. Зачем об этом думать? Некоторые даже говорят, пастор, ну, зачем вы как бы так говорите, да-да, вроде бы от охоту отбиваете, вообще жениться-то, да, или там замуж уходить. Вы нам о прекрасном, но, знаете, с прекрасным в браке есть и трудности. Вот интересная история. Помните, когда Иисус сказал им про разводное письмо, вот там, Евангелие от Марка, 10 глава, там, Матфея, 16 глава, он говорит им, что Бог сочетал того человека, да не разлучая, то есть вообще, оказывается, все в эти разводные письма, все это не так, и Господь об этом вообще не то имел в виду, что уже фарисеи, книжники придумали, и они, знаете, у них как почва из-под ног ушла. Петр тоже думал, может, разведусь, не знаю, я так в кавычках говорю, да, они уже думали, может быть, что там уже планы какие-то созрели, сейчас напишу письмо, и отпущу жену. А Иисус говорит, что Бог сочетал, того человек не доразлучает. И вот они, смотрите, интересно, они не спросили это при всех, но когда они остались наедине, они его снова спросили, а ты вообще, ты то сказал, что мы услышали, да, то есть разводиться нельзя никак, ни про каких условиях, вообще никак, он говорит, нет, вначале было не так. И дальше они ему сказали следующие слова, но если такая ответственность у человека к жене его, то лучше не жениться. И вдруг они поняли, оказывается, брак, это ответственность, и ответственность такая серьезная, на всю жизнь, оказывается, никакого разводного письма не существует, оказывается, никаких законных условий нет, оказывается, раз и навсегда, пока смерть не разлучит вас. И они сели, подумали, о, лучше не жениться. Я к чему говорю это? Знаете, мы иногда думаем о христианской жизни вот таким же образом. Нам иногда кажется, что, знаете, это как, христианство, это как на подножке трамвая, проехал какой-то путь, захотел, спрыгнул, захотел, снова запрыгнул, захотел, там на этой станции сошел, пропустил поезд, на следующий сяду, да, то есть все равно в Царство Небесное как-нибудь, доеду. Но, дорогие мои, цена любви это вся наша жизнь, посвященная Богу. Сказав Петру о том, что в конце его жизненного пути, вот знаете, кто бы из вас сейчас, вот вам говорят, ты, не знаю, миссионером будешь, поедешь, куда там, сейчас, ну, представим, век 18, да, ты вот живешь там в Англии, тебе говорят, надо ехать в Папуа, Новую Гвинею, кто поедет миссионером? И вот, Алексей согласился, поеду, приехал, а ему говорят, знаешь, ты умрешь, это пророк тебе такой приходит и говорит, тебя съедят там. Не все согласятся поехать. Значит, когда гипотетически съедят, ну, ладно, Господь даст, помилует, пронесет, а когда говорят, поедешь и съедят, тогда ты уже взвешиваешь и понимаешь, что решение это ответственность. Не уйти из поля этого сражения, а до конца своей жизни остаться верным Господу. Почему нас вдохновляют сегодня эти истории великих героев веры, которые погибли на этих полях евангельского сражения, которые отдали свою жизнь, сидели в тюрьмах, которые не отказывались от своей веры, независимо от того, что происходило с ними, но оставались твердыми. Мы говорим, вот это герои веры. Но они героями были только по одной причине. Они понимали, что нужно заплатить эту цену. Я не говорю, что мы умрем каким-то вот там, не знаю, нас съедят или замучают за веру или в тюрьму посадят. Я не знаю. Я не пророк, честно говорю вам. Но когда я становлюсь на путь христианской жизни, я должен четко понимать, вся моя жизнь в руках Господа. Я должен четко понимать, что своей жизнью сегодня управляю уже не я, но она в распоряжении моего Спасителя. Вот почему в Новом Завете, когда апостолы пишут об отношениях себя со Христом, они говорят, мы рабы Христовы. Потому что они знали, что их жизнью управляет Христос, и они принадлежат Ему. Мы рабы Христовы. Это цена, которую нам нужно заплатить за то, что Христос восстановил нас, спаял нас с золотом, украсил нас драгоценными одеждами, назвал нас своими детьми, но направил нас на этот путь Его жизни, Его планов, Его намерений. Поэтому сегодня вот вы христиане, я христианин. Но давайте задавать себе этот вопрос, насколько я готов глубоко свою жизнь отдать моему Господу, заплатить эту цену, того, чтобы сказать, я люблю тебя. Да сейчас на некоторое время просто закроем наши глаза. И пусть Дух Святой коснется сейчас каждого сердца. Я не знаю всех, я знаю некоторых из вас лично, но их не так много. Но есть здесь тот, кто знает сердце каждого из нас. это Господь Духом Святым. Я хочу призвать нас сегодня не говорить слова о любви к Господу, но я хочу призвать нас сегодня в молитве попросить Духа Святого взвесить наше сердце. Чтобы мы сегодня по-настоящему могли пережить а действительно моя любовь к Богу это любовь, которая чего-то стоит, которая к чему-то готова, которая не ищет своего, но ищет того, что Божье. помолитесь о каждое о своем сердце сейчас и послушайте, что Бог говорит сегодня в вашу жизнь. Кого-то сегодня Он останавливает на пути к тому, чтобы уйти. и Он говорит, любовью вечную я возлюбил тебя. Кто-то сегодня, может быть, находится на пути отчаяния, потому что то, чему ты думал, что был призван, вдруг рушится. А Господь говорит, я обновлю все. Кто-то, может быть, сегодня всю свою жизнь пытался скрываться за спинами других верующих. А Господь говорит, встань и выйди на середину, ибо я имею призвание о тебе, намерение о тебе, будущность о тебе, во благо, а не на зло. Мы все разные, но Дух Святой сегодня соединяет наши сердца в одном великом желании. Господь, пусть наша любовь к Тебе будет действительно истинной любовью, готовой быть послушной, готовой ответить на то требование, на те условия, которые ты выставляешь нам. Если любишь меня, спаси овец моих. Я молюсь сегодня о нас, Господь, о церкви Твоей, о верующих в Тебя по слову Твоему. Молюсь о том, чтобы мы, Господи, в своей жизни сегодня, когда перед нами так много разных путей и дорог, выбрали один верный путь, путь любви к Тебе и следования за Тобой, чтобы то, что мы сегодня делаем, живем, это были не просто слова, но это была действительно наша жизнь. Благослови нас, Господь. Благослови нас, Боже, Духом Святым. Касайся сейчас каждого сердца. Здесь, сегодня, сейчас, примай наше покаяние, Господь. И восстанавливай, Боже, восстанавливай разбитые сосуды, склеивай их, Господь. Склеивай, Боже, в сосуд новый, благопотребный Тебе, Владыки. Мы так нуждаемся в Тебе. Мы так нуждаемся в Твоей любви. Мы так нуждаемся, чтобы Ты окружал нас и чтобы вся наша жизнь, она была наполнена Твоим присутствием, Твоей славой. Высока цена, Господь. Я не уверен сегодня, готов ли я до конца, Боже, заплатить эту цену, но я хочу сказать Тебе, Господи, сегодня я готов. Я хочу пойти с Тобой до конца. Ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю Тебя. Сохрани нас, Господь, в этом. Пусть наши сердца, Господь, будут сжаты в Твоих руках. Пусть прикосновение Твоего духа наполнит нашу жизнь. Мы молимся Тебе, Господь. Аллилуйя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»